Я очень люблю этот формат «Говорящий в голову», поэтому я хочу, чтобы вы действительно задавали вопросы после выступлений. Меня зовут Миронова Ольга Ивановна, я руководитель направления корпоративной социальной ответственности, и я сегодня буду модератором. Я хотела бы представить наш президиум и объясню, почему именно эти люди находятся здесь. Это не случайный набор. Прежде всего, позвольте представить Соловьеву Лену Сергеевну. На минуточку заменить совместитель министра промышленности, торговли и предприниматель Нижегородской области. Огромное спасибо, что вы приехали, только это за три часа. И она сегодня нам расскажет о успешном опыте реализации программ поддержки стального предпринимательства в территории Нижегородской области. То есть это человек, которому можно будет задавать вопросы в ассутсии и в формах поддержки. Представитель завода, Кардо Константин Альбертович, директор по административным вопросам и корпоративным коммуникациям. Этот человек финансирует, представитель завода, и завода является основным спонсором и активным участником программ для начинства этого дела. Погналет Игорь Викторович, первый заместитель главы администрации городского округа Нижегородской области, человек, который вам будет помогать уже на этапе реализации, и, может быть, даже в любом случае, может быть, советовать о каких-то возможностях, которые есть непосредственно в городе. И не только в городе. Сидык Игорь Олегович, директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Это Центр инноваций социальной сферы, наш партнер. Он реализует полностью программу. Наша программа состоит из образовательного блога, который стартует сегодня, грантовой части, это самая простая вещь, и акселератора, где ваши проекты будут докручены. Поэтому этот человек, он ответственен за программу в целом. Снизу не спрашивает, работаем в партнерстве. И Смирнов Дмитрий Николаевич, директор бизнес-инкубатора. Где мы находимся, предстоящая из этого помещения. И я по протоколу предоставляю слово Соловьеву институту. Добрый день всем участникам, всем участникам конференции. Очень хорошо, спасибо, что пригласили на этот премьер. Хотелось бы отметить, что сегодня специальные предприниматели находятся в важнейшем направлении, которому сейчас уделяется особое внимание. И мы сегодня уже говорим о том, что это надо слышно, да? Слышите, она же сильно слышно. А мы уже слышно, ну что-то страшно. И сегодня уже, наверное, многие знают о том, что сегодня на федеральном уровне даже наносятся понятия федерального предпринимательства. И будут определяться конкретные меры поддержки в рамках 209-го федерального закона о развитии малого среднего предпринимательства в российской федерации. Позитивная тенденция развития социального предпринимательства в полном присутствии в Нижегородской области. С 2017 года у нас в премиум-министерстве создан Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, директором которого является Сергей Игорь Олегович. И он сегодня вам конкретно расскажет о тех мерах, о метериях поддержки в данном направлении. Кроме того, в Нижегородской области созданы уже сегодня четыре социальных бизнес-инкубатора. Это Нижний Новгород, Викса, Павлова, Заводчика, в рамках которого предоставляется аренда помещений на льготных условиях. Также одной из поддержки социальных предпринимателей это финансовая. Является микрофиансовая программа, которая начала работать в том году еще. Поставки 6,5% годовых в сумме до 1 миллиона. Микрозайм можно взять. Кроме этого, еще очень много у нас программ в плане образовательных и консультативных условий, и ценно-инготная реклама. Но еще хотелось бы отметить, что в этом году новое объединение по финансовой поддержке в рамках развития социальных предпринимательства вводится в рамках нацпроекта будет предоставлено области из федерального бюджета более 44 миллионов рублей на субсидирование затрат, понесенных социальным предпринимателям в размере до 1,5 миллиона при условии вложения собственных средств не менее 15% от общей суммы. Сегодня в этой программе готовится нормативная база и в ближайшее время будет конкретно вам все озвучено в данном направлении. Но хотелось бы отметить, что сегодня поддержка с целью предпринимательства у нас происходит не только в рамках федеральных и региональных программ, но и из небюджетных источников. Это в 2018 году такая была программа «Наше будущее» в России проводили грандовый конкурс «Новые возможности» победителей конкурса, кому-то регуляторой отменили до 150 тысяч рублей. Ну и, конечно, самое важное, я сегодня отметить хотелось бы, эта программа «Начни свои дела», которая стартовала в 2017 году, о, в 2018 году, извините, и за 2018 год уже 12 человек получили по 200 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела. Наша задача, как министерство, конечно, сегодня масштабировать именно эту программу и взять за основу, как лучшую практику для развития в других районах области. Потому что мы сегодня, наша цель сегодня именно наиболее эффективное развитие социального предпринимательства и развитие эксклюзивного общества. Поэтому, уважаемые предприниматели, мы готовы к нашему министерству открытому диалогу и помощи, поддержке любой абсолютно, которая в рамках наших полномочий в развитии ваших дел. Спасибо большое, Илья Сергеевна. Мы наступили в следующий метр, потому что я всегда показываю, что министерство промышленных договоров и предпринимательства не все равно рекомендуют сами в предпринимательстве. И я предоставляю слово Константину Альбердовичу от представителя завода. Добрый день, уважаемые друзья. В первую очередь хотел бы сделать акцент на корпоративной и социальной ответственности. Это не такое вот красивое и непонятное слово для объединенной метрологической компании, для выставки метрологического провода. На самом деле это целая политика, целое направление, которое и компания, и завод развивает, развивает, и серьезно развивает, и делает это и системно, и постоянно на основе, делает это уже не первый год. На самом деле ОМК и ВМЗ активно поддерживают волонтерство. Волонтерство среди представителей завода. Это и различные социальные проекты, некоммерческие организации, государственных, муниципальных учреждений, увлекают малый бизнес в решении острых социальных проблем. Как здесь уже было сказано, в прошлом году в рамках партнерства ВМЗ Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, администрации городского округа, стартовала программа «Начни свое дело». Основной задачей программы стало решение общественных проблем. Несколько цифр, связанных с этой программой. Общий бюджет программы составлял 3 миллиона рублей, причем 2,2 миллиона, это как раз пошли на выклуту грантов. И оставшиеся деньги – это денежные средства, которые были направлены на блок образовательный, который показал себя с хорошей стороны. Это не просто выделение денежных средств, а подготовка предпринимателей для того, чтобы грамотно выбрать тему, грамотно сделать необходимые расчеты, грамотно презентовать и, соответственно, получить этот грант. Программа предразумевает получение до 200 тысяч предпринимателей на каждый проект. Прогазовательный блок посетили порядка 140 человек. Среди кадров в успешном прохождении получили более 80 предпринимателей. 36 проектов было направлено на рассмотрение конкурсной комиссии. И 12 проектов были признаны как лучшими, и они получили грант. Вы знаете, мы сейчас с Игорем Олеговичем смотрели вот это вот первое брошюрка, да, когда мы только стартовали, это было в прошлом году. Мы делали это в Нижнем Новгороде, в Корсомольской правде. И вот, представляете, что сейчас уже получилось, да, вот, как минимум 12 представителей Высунского городского руководителя Бокса присоединились и попали в этот утолок. Более, вернее, 28 рабочих мест появилось вновь благодаря реализации этой программы. В этом году конкурс пройдет здесь у нас в Красковом Огруде второй раз. Мы, конечно, надеемся, что будут предложения в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экологии, туризма. То есть, с самых широких спектра отраслей, где можно было бы выбрать тему, выбрать проблемный вопрос и, соответственно, с помощью гранта решить эти проблемы. Параметры программы этого года, они, в принципе, остаются теми же самыми. Хотел бы всех поблагодарить за участие в прошлом году и, соответственно, в этом году хотел бы пожелать вам всем активной работы, работы. И удачи, конечно. Спасибо. Спасибо большое за динамику. Мне очень понравилось, что приглашается динамику, потому что динамику будут подготовлены и с цифрами. Это здорово. И он меня спрашивал, а действительно у нас хорошая программа в прошлом году? Действительно, лучше всех из трех моногородов. И я представляю слово Игорю Олеговичу Седых. А нет, да, я пропустила администрация. Да, будут два Игоря. Я вам ответила глава администрации по Марью Владимир Викторовичу. Друзья, на самом деле рад цик видеть. Рад потому, что в зале есть много лиц, поскольку у нас есть такие более активные участники любых программ понимательства, в том числе и социальных понимательств. Радить, что есть, появляется интерес данного направления. Ну, как сегодня сказано было, что государство реально сейчас этим вопросом уделяет большое внимание. значит, в принципе, уже закон первочтения социальных принятых уже, зато это. И я думаю, что искательная база и возможность участия в Санкт-Петербурге будут расширяться. Отрадно, что у нас и регион максимально в этом участвует. Если помните, у нас, я вижу, и экраны получателей по линии поддержки поднимательства, которые были раньше программы поднимательства, в этом году это будет иметь определенное направление социального понимательства, то есть, если мы будем максимально участвовать в нашей сдаче, как округа, максимальное количество средств, которые выданы регионам, соответственно, полетят в округ. Я напомню, что мы участвовали в программах, ежегодно участвовали в программах поддержки поднимательства. И не было в годах, где мы в грамоте выигрывали. Если помните, мы проводим конкурсы на территории. Один год мы даже практически все средства региональные и регионам задали вид, что мы с вами даже мы, на самом деле, эти средства можете осваивать и осваивать их успешно. Что касается программы, пока у нас государство свою базу нормативную приводит в соответствие, другие споры идут, госдумы и так далее. Регион и самое главное, что ЕГЭД в душе предприятие понимает, что это направление важное. Это не только понимать с точки зрения трудоустройства здесь ограничено возможностями, это и сервис вокруг нас, который реально не хватает округов. Для нас в первую очередь это наша жизнь. Для себя, для вас же в том числе, вы являетесь в том числе жителями яркими, боявшихся идти и принимать более социально. Надо додолжить, что когда мы начинаем программу выкси, а у нас год прошел на самом деле, есть вопросение, что это все-таки не то сегмент рентабельный, где можно заработать какие-то деньги. Мы, честно, боялись, что проекты потормозятся и так далее. Но мы видим результат на самом деле 12 проектов где-то более успешных обменей. Но, думаем, 28 рабочих мест сроком, и каждое рабочее место в данном направлении, оно цена по-своему. Понятно, что у нас завод больших дает масса рабочих мест, социальная информация это такой сегмент, в котором на самом деле сложно работать, но при этом это дает еще плюс развитие самого общества нашего. Поэтому, я бы сказал, что первый наш стаг был успешным и программа дальше продолжается. Я думаю, что мы можем получить сегергию с другими программами поддержки. У нас представители фондов есть, в которых мы будем активно участвовать, помогать вам участвовать, продвигать наши проекты. И думаю, что даже те проекты, которые стартовали с новой поддержкой, они получат новую силу и мы все ставим это в задачи. Что касается сама программы, я думаю, что образовательная часть была важная история, поскольку все проекты были готовы качественно и все они получили жизнь. Поэтому, я думаю, что образовательная программа это такой посыл для принимателей и грамотно проект подготовить и реализовать. В этом году мы программу продолжаем, я думаю, что будет такая-то большая активность. Еще раз повторюсь, что мы постараемся не только те ресурсы, которые выделяет компания и тот ресурс, который СИС выделяет и реализовать на программу, максимально будем помогать проектам ввлекать другие средства, фондовые и государственные, федеральные, региональные и наши в этом максимальной задачи. Мы находимся для вас площадкой. да, далек сейчас территории, где вы активно ведете свою деятельность. В любом случае мы максимально будем использовать ресурс. У нас ресурс не только имущество, у нас еще физический для людей, в виде специалистов, которые, по-моему, готовы вам помочь. Они будут участвовать вас во всю образовательную программу и сопровождают ваши проекты. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Есть ли информация по любым каналам, которые вам удобят? Социальные сети, электронные почты, любые, абсолютно мы готовы вас уговодить. Как бы эти двери открыты, желаю всем успехов в реализации новых проектов и, надеюсь, наша программа, совместная программа всех, кроме власти и предприятий, образующих предприятий, которые не ждет когда реализуются петь инициативу государства, мы будем работать. инициативу Игорь Викторович. А можно вот такой живой вопрос? Какие проекты прошлого года вам запомнились как представитель власти? Ну, на самом деле, в эти проекты практически первой волной были затронуты все ключевые сегменты цели, то есть, это и образовательные, касается здорового и жизни. Я бы, наверное, отметил несколько проектов. У нас совместные, которые, на самом деле, вот, получается, вышел за рамки, наверное, только в нашем проекте, поскольку были еще одни проекты, связанные с данными инициативами. Такое, наверное, реализовалось такую уже более масштабную работу. Это проект связан с социальной инициативой. Казалось бы, сегмент наполнен, потому что такмайских очень много, есть как-то в шагу, но есть сегмент, который, к сожалению, там не покрыт, и считаю, что, как бы, это такая важная инициатива, и она живет, и я думаю, что можно это дальше тиражировать и использовать. Соответственно, был проект с точки зрения производства коврика, и все остальное, мы, честно, мы поставили за организацию. Он, наверное, больше не ценен там самым рентабельностью и продажей, он ценен вовлечением людей в производство и в займах в этом проекте. И думаю, что и дальше мы вместе давайте думать создавать какой-то возможный вариант продвижения товаров, который делают руками наши предприниматели, руками здесь конечные возможности, чтобы в дальнейшем давать этот проект в развитии. но, в основном, мы можем там быть цепиально и многие другие. Я считаю, что все проекты они самодостаточные и главное, что они имеют перспективу не только стабильные люди. спасибо большое. Ну и дальше моя презентация, надеюсь, она будет перестаться. Сегодня говорили о законопроекте самодостаточных предпринимателей. очень быстро, потому что он как раз вписывается в один из нас проектов по поддержке малого и среднего бизнеса и какой-то части проекта демографии. Поэтому мы с вами на волне разве в ближайшие четыре года это будет востребовано. Я вас прошу как бы держать это в голове и воспользовать все возможности, которые существуют как местные, так и региональные, в том числе и федеральные. Константин Ольгарыч говорил о корпоративной социальной ответственности и объяснил, почему мы всегда собираем вас и с вами делаем диалог. Потому что для нас очень важно, чтобы бизнес был устойчивым. Конечно, компания занимается промышленной безопасностью, она платит налоги, но тем не менее в моногородах, где мы и работаем, и живем, очень важно, чтобы был тот сервис и услуги, которые удовлетворяли те люди, которые работают на нашем предприятии. Поэтому мы вам объясняем, для чего мы это делаем и вовлекаем вас в решение тех проблем, которые существуют. Потому что термористский подход вы сделаете, а я посмотрю, он ни к чему не приводит. Поэтому мы вовлекаем местных предпринимателей, потому что вы, по большому счету, элита этого города, и вы немножко отмечаете от других людей, которые наемные рабочие работают в третьем сектре, вы немножко другие. Поэтому мы с вами ведем диалог и говорим, какие возможности есть, и как вы можете решить эти проблемы в городе Викса. Дальше у нас несколько программ, если вы, опять же, говорили о корпоративном добровольчестве, о добровольчестве, я еще скажу, что буквально 13 марта стартовал конкурс «Добровольцы России», и любое физлицо может подать свои волонтерские проекты и еще выиграть до, по-моему, трех миллионов рублей. Так мы держите в голове, наши соцсети тоже будут это делать. У нас программа социального предпринимательства, у нас есть грантовый конкурс. До 31 марта мы принимаем заявки, и вот грантовый конкурс ОРУК-партнерства является неким имкубатором как раз выращивания некоммерческих проектов, которые могут быть социальным предпринимательством. Сегодня говорили про «Созвездие», действительно, у них есть попытка войти в веезд поставщиков государственных услуг. И, конечно, я думаю, что и не может очень страшно. Хорошо сидеть, ровно, получать деньги грантовые, жить от гранта до гранта, с другой стороны, здорово, когда ты становишься устойчивым, уже работаешь на весь регион. Поэтому история успеха есть, и мы будем вытягивать людей, которые получили поддержку в прошлом году уже как бы немножко подпинывать вас в хорошем смысле слова, чтобы вы переходили на другой уровень. Вы к СИЗИ нечего. Смотрите на территорию Нижегородской области. Пока мы не стали предпринимать ступ. Первое это. Дальше откроет русальную программу, денег будет меньше. Как говорится, куйте железо, пока горячо. Действительно, мы собрали все награды, и в прошлом году мы получили, ни одна компания не получила импульс добра дважды из-за программы «Начни свое дело». У нас это получилось, и мы действительно тиражировали программу «Начни свое дело» в трех моногородах. Я знаю, что есть представители фонда моногородов, и вот нашу программу можно прямо упаковывать и распространять для других компаний, потому что она четкая, простая, устойчивая, как табуретка, состоит в трех блоках. Образовательный блок это самый главный. Раздать деньги ума не надо. Самое главное, что у нас есть ЦИС, который вас готов учить в бизнес-планировании, в маркетинге. Сегодня говорим про Эдельвейс, Эдельвейсу надо расти, потому что плести вот эти коврики это конечно одно дело, но делать это нужно интересно, чтобы его покупали. И этот проект, он имеет тоже возможность развития и выхода даже на российский уровень, потому что в этой книге есть Бойлок, Веселый Бойлок и Черниковых, мистерская Черниковых, которая фактически делает то же самое. Пока у нас есть Артаврах, интересно получить какие-то вещи, идеи для развития вашего бизнеса, поэтому этим нужно все. Программа наша действительно состоит из трех блоков и ее цель представления лучших российских практик, в прошлом году говорили, что выксы как пылесосы, собирают все самое лучшее, это действительно так. Мы стараемся все самое лучшее, что есть в стране, привезти в наши моногорода, и выксы не включили. Мы даем вам возможность заявить, увидеть ту социальную проблему. Сегодня говорили про парикмахерскую, да, в Шиморском, ну, сеть может там, да, 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 конечно, что же, да, так и тоже. У нас есть агентство «Спасибо» по уходу за пожилыми людьми, и вы знаете, что у нас демографические, ну, демографические проблемы. Действительно, у нас на неделе российского бизнеса Татьяна Алексеевна Борикова по прямым текстам сказала, что будет выделять более 9 миллиардов рублей на проекты, связанные с дошкольным образованием, то есть это частный детский садок. У нас есть частный детский сад, и фактически тоже нужно подумать, как можно в это войти. И один из фокусов это онкология. Я знаю, что у нас Айгуй Исмайлова здесь и ее проект ОЗ. То есть вот фокус на онкологию, наверное, хоспис. Это очень сложная тема, но тем не менее это тоже нужно смотреть и смотреть лучшие практики. Партнеры ЦИС, партнеры у нас получается Министерство промышленности и торговли, главный партнер администрации города. Везде, я могу сказать, администрация так лояльна до первых годах программам, у нас в Буговичевке не проблема, мы уже сейчас раскусили в этом году, но нам повезло. Поэтому среди визит у вас и представители «Наше будущее» агентство стратегических инициатив, то есть у вас представитель федерального округа, агентство стратегических инициатив, да, Тревожского. Он вам считал лекцией, то есть я и приезжал сюда и изменился, и в этом то же самое будет, поэтому, пожалуйста, используйте все возможности. Еще особенность этого года, мы тех людей, которые не прошли образовательный урок, они не будут допущены до градового конкуса. Объясню почему. потому что качество заявок тех, кто не ходил в образование, оно низкое. И просто давать деньги мы не будем, мы лучше тогда сохраним и поддержим второй год, который новички новичков. Но если будет мало заявлено, мы поддержим второй год с новым проектом. Так что конкуренция будет немножко меньше. И после того, как вам выдается грант, вы входите в консервационную программу. Это тоже один из основных блоков, потому что вас освобождает. То есть это наставничество. У вас у каждого есть наставник. Вообще конечно страшно можно растеряться, когда получаешь эти деньги ты на бумаге пишешь, а дальше как это делать. Ну по всем трем городам у нас бюджет 18 миллионов, 3 миллиона выделяется на Выксу. Мы работаем еще в Чусовой и Болговеченске. Это города похожие на город Выкса. У нас за последние три года 88 специальных проектов и более 190 рабочих мест. Пока конечно более опытный это город Чусовой. Вы можете подсматривать их идеи в группах ВКонтакте. Вы можете с ними общаться. Это наша задача. Наша задача вас перемешать. Потому что города очень похожи. Я вам советую присмотреться с Болговеченским проектом. Потому что у них какая-то купеческая жилка похожая на Выксунскую. Там есть простейшие проекты, но очень устойчивые, с хорошей ножой. Поэтому тоже заглядывайте в ВКонтакте туда. И дружитесь с теми проектов 28 рабочих мест. Я не помню, сколько у Сергея Хрешогла рабочих мест он создал. Сергей сколько? Два четыре? Семь. Семь. Семь рабочих мест у него. Про общий фонд понятно. Общий фонд ВКС тоже понятно, 2-2 миллиона это будет грантовый полк. Кто участники? Участники могут быть физически лицом проживающим на территории городского Крыма ВКС и готовы сделать свои ВК. Все наши ближайшие деревни мы ждем. Не только ВКС, но и другие. Это индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и НКО. Например, в Благовещенстве у нас НКО не могут участвовать, потому что их просто гигантные законы НКО не могут. Вы можете. Для вас много возможностей. Вы можете подавать свои проекты и на президентский грант, и на МКО партнерство, и делать сами предпринимательские проекты. Поэтому и входить еще в реестр поставщиков государственных услуг. Пользуйтесь этим, потому что это тоже хорошая возможность. Ну и требования, про требования я поговорила. И вот эта презентация она всегда есть у нас на сайте омк.ру в разделе начни свой дело. Можете прямо часто проверить. Потому что там положение есть, презентация вы можете фотографировать, а можно даже скачать. Экспертный совет. У нас экспертный совет будет входит представители литератургического завода, представители ЦИС. Я буду учитывать заявки. Представители администрации профильных министерств тоже смотрят и ставят. И профессиональных сообществ мы всегда смотрим, чтобы наше будущее посмотрело, наши заявки, потому что они более продвинутые в этом плане. Это сами предпринимают стоят, сами предпринимают вообще благотворительность. То есть у нас всегда очень жаркие споры. Ну и у нас в этом году мы сделаем все-таки очную защиту, как делает часовой. Это лучше, это прозрачнее. И вам понятно, потому что когда идет очная защита, люди, которые уверены, они хорошо докладывают, плавает, но сразу не поэт, где-то. По датам Игорь Олегович скажет чётче, то есть я не буду выбирать у него этот хрена. Опять же, это всё есть на сайте, это будет не раз освещаться в наших целях. Ну и какие у нас были чудесные проекты в этом году. Ну, про прихватчику мы говорили. Хостел Нафанин, почему мы, кстати, про хостел не сказали. Шикарно, Кладников Борис, молодец. Он предложил три проекта, выбрали мы его один. Но, тем не менее, проект запущен, он как раз привел, скажем так, к внутреннему туризму, как добра, он молодец. Подсолнух это проект Сергея Жилокова, ааа, не рабочих мест. Страна ОС, да, или страна 0-3. Мы всё ломали голову а 0-3 или ОС. Так всё же, ОС. Нет, вообще, кому нравится, главное, чтобы не изменился смысл. Вообще, О-3 это формула Озона. А может, и 0-3, потому что это поле шоу. Кому нравится, в принципе, не просто волновать. Мне, кстати, проект был очень-очень перспективный на будущее. Робот-трек тоже связан с услугами. Много, услуг. Я всегда спрашиваю, можно ли сельское хозяйство как-то подтянуть. Я не знаю, является у нас сами предпринимательством. Во всяком случае, в Благовещенске есть проекты, связанные с сельским хозяйством. Там должна быть составляющая. Ну, я передаю слово Игорю Олиговичу, потому что он более подробно расскажет о датах, усовестях. Добрый день, уважаемые жители Выкса. Я, собственно, когда приезжаю в Выксу, всегда восхищаюсь именно этим районом Нижегородского областа, потому что, пожалуй, меня попросили, когда вы приходите в Ревнии, Нижний Новгород, куда-нибудь в Мене, так скажем, многочисленный многочисленный пункт, где я буду пробоваться. Потому что здесь замечательная природа и условия, мне кажется, очень хорошие созданы, потому что администрация такая проживная, она всегда на тренде всех последних изменений и завод прекрасный есть, поэтому искренне как бы без лишней лестив считаю, что это замечательный регион, я, в принципе, сюда часто приезжаю и только по программе здесь хорошие друзья есть, поэтому я очень благодарен Выкси за то, что есть программа и команда, которую программа реализует. Теперь, что касается мер поддержки, которые существуют в региональном уровне, можете мне представить? У меня достаточно большая презентация, я постараюсь как-то очень коротко и в шерке осветить, и если будет что-то непонятно, то мы сможем уже в рамках следующего блока уже... Да, Игорь Олегович, у нас еще есть Дмитрий Смешов, и хотелось бы дать слово людям, которые уже запустили проект, потому что мы говорящие головы, интересно прослушать людей, которые активны. Для самих людей я самая защита. Да, и поэтому я сейчас очень коротко, в установочной конференции мы уже подробно презентуем и этап, о котором говорила Лаги Ивановна, и расскажем, как будет в этом году проходить программу. А мы отследим, кто остался на стратегическую сессию, мы всегда это учитываем, а сначала еще установочная будет последствия, а потом еще стратегическая. Значит, что касается социальных предпринимателей, оно активно развивается, действительно, закон первочтения принят, и не только закон, предприниматель, еще и другой закон о социальном муниципальном заказе, который тоже подкроет большие возможности для и НКО, и для социальных предпринимателей участия в госзаказе наравне с государственными учреждениями в рамках его исполнения. Поэтому этот закон тоже мы ждем, он тоже даст новый рынок для реализации социальных предпринимателей. Что касается центра инноваций, социальной сферы, у нас достаточно многочисленные итоги по разным направлениям, и по количеству организаций, и по реализации проектов. Я вот это, наверное, пропущу как раз в слайд. А вот, ну, сразу у нас вначале наш сайт. Для тех, кто не до конца может что-то поймет, что я говорю, или там какие-то вопросы там, что на нашем сайте cc52.ru есть вся информация. Там же будет регистрация на акселератор Business Start, на регистрацию на участие в программе, которая сегодняшний день уже анкета уже там находится, или же вы можете в разделе поддержка найти. Но я тоже об этом подробно в ходе этапов расскажу. Ну, я бы сфотографировала этот слайд, честно. Кстати, да, можно перейти просто cc52.ru Такой же переход на нашу страничку если с доменово с RF. Значит, вот все инструменты поддержки здесь представлены. Очень коротко по ним, по акселератору, собственно, ну, вы его уже, наверное, знаете, у нас будет 8 занятий по субботам с 10 до 3. Здесь будут они происходить. Будут приезжать разные спикеры. Мы все это расскажем более подробно, опять же, в следующей части чуть позднее. Да, сейчас я просто коротко пробегаюсь по инструментам. Значит, помимо этого, у нас есть, как уже заметила Елена Сергеевна, грант для конкурса новой возможности. До 150 тысяч рублей у нас в сентябре начнется старт заявок. Тоже можно будет получить гранты. Наши партнеры Бирбанк, фонд «Наше будущее» и Ростелеком в этом году еще присоединился. Поэтому у нас будет больше грантов. Я думаю, что там порядка около, ну, я думаю, что на 10 будет точно. Поэтому надо к этой цепле стремиться, тоже подавать заявки. Помимо этого, то, о чем говорил Елена Сергеевна, те 44 миллиона рублей, которые уделяются в федеральную бюджету в рамках проекта, это отличная возможность добавить к тем, гранту «Начни свое дело» еще полтора миллиона рублей на компенсацию затрат, которые вы понесете в ходе своей деятельности. Там очень разный спектр затрат, начиная там чуть ли не от аренды и коммунальных расходов, заканчивая приобретением оборудования, открытием новых каких-то центров, закупкой необходимого инвентаря и так далее. Это хорошая программа, я рекомендую следить. Как следить? На нашем сайте можно подписаться на нашу рассылку, и там, как говорится, с первого курса вы всегда получите самую проверенную информацию. По кредиту, да, мы сказали, есть кредитные линии для тех предпринимателей, которые в этом нуждаются. Конкурс «Глядь в будущее». Мы специально продлили до конца недели заявки. У нас сейчас идет сбор заявок на рекламу. Мы то, что обещали, то и сделаем. Те счеты, которые, мы говорили, что у нас есть еще два экрана в Нижнобороде для бесплатной рекламы социальных предпринимателей. Сейчас у нас появились еще порядка 170 счетов в районах в Нижегородской области. В городе вы можете подать заявки на нашем сайте до конца недели. Мы специально продлили, потому что знали, что так у нас до 20 марта было. Но так как вот сегодня вы только многие получили информацию, можете на нашем сайте подавать. КВХС еще не подавали? КВХС еще не подавали? КВХС еще не подавали. Да, ну то есть в КВХС у нас будет возможность вас размещать на счетах, поэтому, собственно, подавайте ваши заявки через наш сайт. А? А, вот даже так. Соответственно, всех призываю к этому процессу. Мы проверим, может быть, программа «Наставник». Она, собственно, говорит название «Само за себя». Любая юридическая поддержка. Если вы в ходе акселератора решите открыть свое дело, а такие у нас по условиям тоже возможно, можно зайти как из лицо. Если в процессе акселератора образователя программы в течение этих полутора-двух месяцев вы надумаете открыть свое дело, мы можем помочь вам на этом с точки зрения юридического сопровождения и технических моментов. И вы тоже в дальнейшем сможете участвовать уже в данном конкурсе. Потому что физлифы не могут, но, опять же, юридические лица либо некоммерческие организации могут. Ну, площадки, они все доступны. На нашем сайте можно подробно про них посмотреть, как общаться между собой, обвиняясь контактами, важные находить знакомства, связи, все работает в клубе социальных предпринимателей, в общественном совете, в других площадках. Ну, в конце года у нас проходит конкурс «Лучший социальный проект года». У нас, наша регион складывается тем, что у нас одно из самых больших количеств заявок всегда приходит. И в этом году у нас уже два победителя на всероссийском уровне в Сочи получали награды на всероссийском этапе. Поэтому у вас, которые призываются, остаются у нас вот такой торжественной. Итоги подводятся в конце года, вручают награды первые лица города и области. Поэтому обязательно участвуйте. и на федеральном уровне появилось еще помимо признания награду 200 тысяч рублей. Это тоже важный мотивационный фактор. Ну и, конечно же, ежегодный форум сам по себе интересные события в этом году где-то на нем поучаствовать. Это вот, собственно, сама программа вкратце. Так я ее показываю другим районам, которые пускают люди и смотрят с завистью на меня. Поэтому здесь она изображена. И социальный бизнес-аккубатор. Сейчас их у нас уже пять. На Бару еще появился. У нас в чем фишка? Мы помогаем развивать социальное предпринимательство. Во-первых, в районе социальный аккубатор становится точкой взаимодействия с предпринимателями и, в том числе, мерами поддержки, которые на региональном уровне есть. Плюс во многих районах, в частности, в Заволжье, у нас в два раза снижена ставка для социальных предпринимателей по сравнению с обычными резидентами. Ну и, собственно, это такая точка развития с точки зрения получения всех возможных инструментов поддержки от СИС. Поэтому обращайтесь. Мы только процессы запустили, соглашение подписали, создали, сейчас будем уже активно взаимодействовать. Вот, собственно, поддержка моногородов. Я даже не знал, кто на этом слайде есть, оказывается, есть. Мы тоже хотели бы в рамках этих средств не просто их через администрацию, так скажем, реализовать, но и собрать опорные площадки. Вот мы примерно разбили моногорода, наши 12 моногородов, на три опорных площадки, чтобы они по территориальному признаку, так скажем, были удобны, доступны. Вот в их, естественно, на базе инкубатора тоже планирую такую площадку организовать и определенные мероприятия образовательные тоже провести. Я думаю, что совместно если нас поддержат и коллеги, то мы это сделаем. И, ну, собственно, последнее, это реестр поставщиков социальных услуг. Очень интересная тема и, как правильно сказал главная, созвездие у нас, я надеюсь, что документы до конца все-таки соберет, потому что мы... Они боятся очень. Ну, нечего бояться, все нормально, все-таки, так сказать, сфера очень сильно модернизируется, и у нас сейчас уже 25 поставщиков, не очень много, но все-таки раньше их было вообще около 10, сейчас 25 стало, и подготовлено нами уже большое количество организаций, которые готовы завойти. То есть вы заходите как поставщик услуг и наравне с государственными организациями оказываете те же самые услуги населению, но компенсирует вам их уже государство по тарифу, который у нас принят. Поэтому это очень интересная тема, она позволяет вам расширить рынок услуг, создать новые рабочие места, а населению, соответственно, получить более качественные услуги и уже выбирать поставщиков не только у государственной организации это делать, но и у частных, которые, возможно, а порой и лучше, качественные окажут вам вывезли на услугу. Поэтому это тоже к нам. Вот, собственно... В созвездии как раз действительно созданы замечательные инстриальные базы и можно это реализовывать, поэтому мы их в очередной раз призываем. Кстати, очень часто вспоминаем. Собственно, вот контакты, наш телефон, сайт, почта, все здесь есть. Звоните нам, пишите по любым вопросам, мы всегда вам с удовольствием поможем, ответим. Ну и, как правильно сказала Вольга Ванна, у нас отличие от предыдущей программы, что будет очная защита, это будет презентация проектов, то есть надо будет... Мы специально последний день в образовательном блоге уделим доработке ваших проектов, чтобы они были подготовлены к качеству с точки зрения визуальной презентации и с точки зрения смысловой наполнения в защите. Помимо этого, значит, у нас, я считаю, что в целом проведение такой образовательной программы немножко отличается от других моногородов от часового блоговещения, что у нас такая она длинная и, мне кажется, более насыщенная по самим спикерам. Это, как видите, уже такой бесплатный бонус для всех участников, даже если вы не победите в грантовом образе, вы получите замечательный инструмент развития своего бизнеса. Ну и, собственно, компенсация для моногородов и вовлечение, я все-таки думаю, что деревни и поселки мы больше увлечем именно в этом блоке в 19-м году, поэтому всех призываем участвовать и еще будет информация уже позднее на экономочной конференции, которая начнется после конкурсов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я люблю, что у нас тут мама с детьми, потому что мы же говорили, что следующий год это хора для детских садов, и фокус на женщин, которые сидят и кредит. Мобильный детский сад. Это очень хорошо, что мы не делаем такую жесткую систему, где все молчат, чиновники говорят с такими суровыми лицами. Да, действительно, это бизнес для вас. Здорово, что приходят мамочки с людьми, потому что женщины являют очень большой урочек, и фокус на включении по конкурсу страны. И я представляю слово Дмитрия Николаевича Смирнова, хозяин этого помещения, фактически вашему партнеру в запуске проекта. Да, всем привет, добрый день. Как сказал Игорь Олегович, гурсский бюджет-инкубатор ТЕСС, с сотрудничеством в конце прошлого года есть, значит, у вас заключили соглашение о создании на базе гурс-бюджет-инкубатора и социальных бюджет-инкубаторов. После вступления мы надеемся в силу закон признать нам передание определенного статуса и понятия как социальное исп Есть ли в законе развитие малоприимательства Без инкубатор будет готов и уже в принципе будет готов все нормативные базы по поводу снижения для резидентов без инкубаторов социальных без инкубаторов по поводу снижения стоимости аренды 80% ниже различной стоимости. Вообще мы посмотрели за период действия бизнес-инкубатора, мы посмотрели статистику. Так вот, 11 стартапов, которые прошли через резиденцию бизнес-инкубатора, на сегодняшний день вот эти части стартапа, которые были реализованы, они на самом деле работают. Это такие проекты, как художественная мастерская, центр психологической помощи. То есть, в принципе, то, что вышло, так скажем, из-под крала бизнес-инкубатора, все в день развивается на территории городского округа. Сейчас в бизнес-инкубаторе один резидент по социальному предпринимательству, победитель прошлого грантов конкурса, один человек прошлого грантов конкурса, который выступил у нас с проектом по подготовке и по ориентации обучения, как сидел, дня для помощи престарелым, инвалидам. Также в этом году бизнес-инкубатор дополнительно сделал свой ресурс, дополнительно выдал ресурс, создал свой сайт. Этот сайт, в первую очередь, создан для вас. Пользуясьте его услугами, на сайте вы можете не только узнать информацию о мерах поддержки как социального предпринимательства, так и мерах поддержки в целом для бизнеса. Громадный объем информации мы постараемся сейчас туда все поместить. Но более того, на бесплатной основе вы можете дать свою информацию по том, чем вы занимаетесь, какие услуги вы предоставляете. Для вас будет дополнительный ресурс, продвижение вашего того или иного продукта, который у вас есть, и позволит вам не только в рамках ВИКСы показать то, что вы можете, то, что вы делаете, но и других регионов, потому что в ближайшее время мы будем интегрированы в региональный сайт без инкубатора и Нижнего Новгорода и других без инкубаторов, которые есть на территории Российской Федерации. Поэтому пользуясь этим маленький ремант, удивительно, что когда мои коллеги звонят предпринимателям, говорят, что создан такой ресурс, пожалуйста, давайте свою информацию, мы ее разместим. И когда мы слышим, что нет, мы не хотим, нам не надо, меня это немного удивляет, потому что все проекты, которые писали в профессиональной профессиональной федерации, были, у всех было написано, реклама, объявления и так далее. Это бесплатный ресурс, где вы можете еще раз показать, что вы делаете, как вы делаете. Опять-таки скажу, что это на бесплатной основе. Еще одно важное мероприятие, которое реализовал бизнес-инкубатор, мы совместно со Сбербанком опустили новый сервис. Он заключается в том, что бесплатно, опять-таки, в рамках бизнес-инкубатора вы можете прийти и вновь зарегистрироваться, как индивидуальный рекламатель, или ООО, если у вас всего лишь один учредитель, и у вас счет будет располагаться, если вы в Сбербанке, то есть вы можете прийти к нам, не посещая ни налоговую, ни МФЦ, вы можете и мы поможем вам бесплатно зарегистрироваться, если это новый ведет, с какой-то открывать, поэтому пожалуйста, еще раз пользуйтесь на такой ресурс, у которого еще распространение живут. Спасибо большое. А я вот призываю у вас еще софт. Как бы раньше начали программы субботворения, они очень креативные, даже не будут хитрые, поэтому можно посмотреть и перестащить все в их суд. Вы обратили внимание на слайд Игоря Олеговича, что у МФЦ становится 5. Это значит, вам нужно шевелиться, как можно нам нужно как можно быстрее шевелиться. И вы обратили внимание, что наша программа притянула внимание к ВИКСе, и тут уже будет плавдарм, но опять не очень хорошо, это на вашем полюбак, поэтому еще раз говорю, шевелите лопатками сильнее и быстрее, потому что время не ждет. Этот год уже на раскачку нет, поэтому все есть и сконцентрировали, мы сделали все, что это было бы у нас, чтобы никуда не ездили, ни в Павлово, ни в Набор, ни в Нижний Новый. Поэтому ваша активность. А сейчас самая интересная часть, потому что чиновники у меня действительно очень скучные. Я хотела дать слово Юрию Пантелееву. Юрий, вы здесь сегодня, да? Да. Немножко рассказать. Потом, значит, Елена Владимировна и Марина Владимировна и Марина Владимировна. В таком контексте, как начиналось, прям быстренько. Да, это победители наших программ прошлого года. Они реальные, их можно спрашивать, они вам расскажут даже все негативные вещи, которые мы удаем. Здравствуйте. Я представляю родительницы на логике созвездия. И в прошлом году мы обновили эту логику на логике. В принципе, у нас события уже быстро развиваются, потому что если раньше у нас была цель просто продолжить занятия, которые мы начали по институту на логике на логике финансированные для педагогов, то сейчас мы превращаемся в региональный ресурсный центр инклюзивной дошкольной макусории педагогики. Как это получилось? Значит, мы выбрали грант, что-то оборудованы для макусории класса. Поехали на обучение летом сразу же. Мы продолжаем на обучение. И наш институт выиграл президент в 2017 году и сейчас дает 20 ресурсных центров в России. И в это же время мы открыли Макусорий класс, подали заявку и попали. И среди двух президентов нас уже отобрали в эту программу. И сейчас мы еще бонусом получили бесплатное обучение от Международного института макусории педагогики, которые работают под супервизией. И будет еще ручное обучение от немецких специалистов. Это основатели макусорий-терапии, фонд Пеодора Федвыгера. И сейчас мы создаем три инклюзивных макусорий-группы. Это группы кратковременного пребывания, две из них подоработки, третья из них. То есть дети с особенностями в этих группах вместе с детками наркотипичными развиваются по системе Марии Макусорий. Система очень эмунистичная, система развивает и сенсорное направление, и моторику, и речь, и методические способности. Система основана на том, что ребенку дает свободу развития, ребенок сам выбирает время, в смысле он будет заниматься материалом, сам выбирает место, а Макусорий-педагогик является как-то наставниками и управляет, показывает презентации. Вот сейчас мы уже обучили двух специалистов, готовим расширение нашего педагогического состава, потому что запрос оказался выше предложения, спрос очень большой, мы даже не давали никакой рекламы, набрали очень быстро две группы. Пока у нас педагогов не хватало, мы, соответственно, не расширяем дальше не идем, но вот сейчас когда у нас пополняется в центре количество специалистов, у нас приходит работа и долгогопед, и другие специалисты, то мы планируем расширение и, соответственно, я думаю, что максимально мы можем позволить себе шесть групп. Это трехчасовое пребывание, значит, утренние группы и вечерние у нас есть, еще есть занятия индивидуальные с детьми с множественными нарушениями, это система лимон-тессории, лимон-тессорной терапии. Планируем еще открыть сенсорную интеграцию, в общем, все очень быстро развивается, я думаю, что результаты уже очень хорошие, мы видим эти результаты на рапорте в детьми, видим результаты на наших детях, которые мы вели с прошлого вуза, которые сейчас начинают входить в группы неработипичных детей, как это на них влияет, то есть из коммуникации и со стороны общего развития, есть результат, подвижки, они чуть не пожалели, что приняли участие в этом гранте, потому что это шажок, который привел к следующему шажку, и вот сейчас уже все бросает на что-то очень серьезное. Спасибо. Спасибо вам. А что вы представляете историю из МНК партнерства, как раз некоммерческая организация, которая была создана фондом МНК участия, дальше у нас брала деньги из МНК партнерства, потом все-таки вытащила деньги из президентских грантов, потом зашла как этап развития в социальное предпринимательство. Это пример того, что не сидите в своей родной вуксе, мир гораздо шире, и сейчас уже новое поколение поколения Y и Z мы связаны интернетом со всеми. Деньги к деньгам и возможности к возможностям. Спасибо, Юля. А вот еще проект предпринимательской гармонии, Елена, то, что у вас такой проект тоже устойчивый, предпринимательской лести, все ходят стричь, волосы растут быстро, ногти тоже. Да, но абсолютно тиражированный проект. Как я уже говорила, что в Шимовском, да? Я сейчас там есть ошибку, что вам бы надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель Боеводина Ильена Ивановна. Свою деятельность я осуществляю по адресу город-выкса, поселок Дощатая, здание завода Дощатая. Правильно, реклама. Чего? реклама. Реклама. Я сейчас разговариваю. Поблик, что? Да. Значит, мой проект называется Гармония. Красота мы даем красоту. Красота это есть мой проект называется Гармония и мы даем красоту. Каждый может позволить себе стрижку, прическу, укладку. Вот пенсионеры, инвалиды, они стесняются приходить в парикмахерскую, денег жалко. И здесь я немножко от себя очень долго готовилась. Ничего ничего не лучше. И поэтому мне пришла такая мысль и к нам приходят инвалиды, пенсионеры обслуживаться по львовкам ценам. Также мы создаем, я и моя команда создаем такую атмосферу домашнюю, где могут рассказать за чашкой чая, со сладостями, приносят свои варенья, пирожные, цветы, которые вырастили на огороде, приносят и хвалятся, радуются, что они могут тоже поделиться. И здесь домашнюю и также они красивые. А красивые значит здоровые. Второе, чем мы занимаемся, это проводим мастер-классы для маленьких детишек. То есть это профориентирование на я немножечко расскажу, откуда я эту идею взяла. Мы на фестиваль вот в Иксе приехали, и я сижу с манекеном в обаме, мне Светлана Александровна говорит проведи мастер-класс и подошли одиннадцатый класс, девочки не умеют, они встали, почесали, расскажите, покажите, и окружили меня девочке шестьдесят семи лет, и начали, они все зажгли, и все стали на нас смотреть, и мы оказались в центре внимания. Эта идея так ко мне и пришла, и сейчас у нас мы проводим мастер-классы, полтора часа плетем косы, дальше также сладкий стол чаепития, и потом развивающие игры. И детишки стали, и немножко направляют психологически на добро, добро, да и добро, не завидуют, ну и так далее, как бы, психология направляют детей, и мы стали, вот пятнадцать человек, девочки, они прям родные, они посещают, они грибутся час раньше, в общем, все здорово, спасибо огромное, еще хотела сказать, спасибо огромное Центру инноваций социальной сферы за такую учебу, я есть, на такие учебы я раньше посещала, и была в Нижнем Новгороде, в Москву ездила, такие учебы стоят от 4 до 10 тысяч, здесь проучивают бесплатно, огромное спасибо, очень хорошие знания, мощные, сильные, спикеры, очень спасибо очень, Лена, спасибо, на самом деле вам послалить все не посоветят, потому что в том, что такой же проект оказывалась помощь людям, которые выходят из дома, которые инвалиды с ограниченными возможностями, то есть это тоже некая такая ниша, плюс еще конечно ваш проект ориентирован не только девчонки, но и мальчишек, они тоже должны быть ухоженные и здоровые и поэтому можешь что делать с сиротами, потому что это просто интернатная адаптация, ну как бы, как бы, я, и Мария Усос, победитель программы «Начни свое дело» с проектом «Островок здоровья». Они у нас здесь готовились, да, по бумажке машины, что-то такое. Здравствуйте, меня зовут Мария, ну и как уже сказали, я победитель программы «Начни свое дело» с проектом «Островок здоровья». Конечно, хочется сказать спасибо за то, что пригласили участвовать, за то, что очень много научили, действительно, очень сильная программа была обучающая, вот, естественно, очень сильно помог сам Грант, то есть он дал очень большой толчок, как вы уже сказал, такой шажок, я же даже сказала, внимание, я все-таки большой, для развития ужиначского дела на тот момент, то есть у нас уже была вечерная культура, вот, но благодаря победе Гранта мы смогли очень сильно расширить этот проект, то есть если раньше у нас занимались только ребятишки с полиодом, то теперь у нас занимаются с плоскостопием, с ДЦП и с различными нарушениями, вот, сейчас мы отбираем группу специонеров, вот, то есть очень большое спасибо, и хочется всем пожелать удачи, всем участковать обязательно, писать проект, не бояться, это очень здорово. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ у роботов Телека, но вы у них можете спросить вживую. Еще у нас есть краткий ролик, а? Еще у нас есть, давайте, подожди, еще у нас есть, дай вас грузить, это ролик двухминутный, пока не забрали, вы все вспомнили, но, также у нас есть еще шестиминутный ролик на нашем сайте про каждого из предпринимателей, про каждого из победителей, вы можете посмотреть, кто были победители в прошлом году, как они реализовали грант и какой социально-экономический эффект что-то привнесли в ЭКСЕ. А сейчас ролик краткий о реализации в том году. Ну, я думаю, что ролик мы можем посмотреть. На сайте есть? Да, у нас есть на сайте, а у нас сейчас нет. Позидим, а и, что мы приступаем. А что такое? С этим продолжаем, давайте, мы еще два вопроса. Минутный ролик, вот, что вы не говорите, у нас появился у нас на площади чемпионата, какой-то в прокруте, но пускай будут видны те проекты, которые уже присутствуют. реальные жилые люди, которые они... Мам, Путик, Путик! Мам, Путик! Мам, Путик! Технические трудности, наверное, не говорили, не шарик. Давайте пока меня впередедем, сейчас от Валой попробуем. Пока идем. Да, пока смена. У нас смена состава, дальше у нас установочная. Продолжение следует... Продолжение следует...